Многие нам уже говорили, что рынок физических носителей сокращается. Он умер. Достаточно надах уверенными темпами. Ну вот, компания Universal Music Rush в прошлом году на чем зарабатывала? Ну, в процентах, в соотношении. Во-первых, компания Universal Music Rush в прошлом году зарабатывала. И заработает и в этом году. И компания Universal Music Rush является прибыльной. В распределении доходов физические носители составляли порядка 35. В распределении дохода 35%. Думаю, что это был последний год, когда они обладали такой долей. В этом году их будет 25. А примерно в 2013 году он будет для них несчастливым. Их практически не будет. Остальное это цифра и доходы от продажи прав. Какую роль или ниша бывают не мейнстримовые артисты, да, в списке артистов Universal? Вообще существует ли ниша для артистов? Для артистов таких вот облизней. Некоторое время назад мы прекратили заниматься своим русским каталогом по одной простой причине. Когда вы работаете на зарубежную компанию, отчетность которой ведется по вполне понятным формам. Так как Universal Music Rush принадлежит французской инвестиционной группе Vivendi, то акции наши торгуются на Парижской бирже, есть и такая. Как вы понимаете, нет ничего более далекого от Парижской фондовой биржи, чем существующая ситуация с оплатой выступлений российских артистов, особенно замкадом. Мы работали, мы пытались заниматься и джазом, пытались заниматься еще даже какой-то там поп-этник и всем остальным прочим. Но, к сожалению, в конце концов стало понятно, что единственное, на кого мы работаем, это на трафик сайта зайцев.нет. После этого, соответственно, мы приняли решение показать нашим французским друзьям, как можно делать, соответственно, как надо делать бизнес в России. Сделали несколько пилотных, ну как пилотные проекты. Вот в этой ситуации, я думаю, что у нас достаточно появится большой, как-то не странно, каталог нишевых артистов, то есть тех артистов, которых, ну, не убьет ротация на русском радио, но для которых ротация на русском радио будет абсолютно не нужна. Продвижение у нас и там, то есть вот как попасть, и этапы, то есть вот как попасть, с чего начать и как дальше. Это зависит от музыки, от того, на кого работает ваш артист. Значит, если ваш артист Вася Обломов, у вас должна быть одна история, да, если ваш артист Валерия, то у вас должна быть другая история. Никаких, и вообще, понимаете, дело в том, что универсальных рецептов успеха, да, его, к сожалению, да, вот его не бывает. Скажите, а каких артистов хотел бы, какому интернету хотел бы видеть универсал в нашем мире? Любовь, только талантливый, да. На сегодняшний день артисты-менеджеры, они вот, ну, и те руки, ну, да, за счастье более высококачественные, то есть, скажем, более талантливые, да, друг к другу, если, ну, поскольку у Союза, если более сильный, качественный, свой результат, по идее, то как они на сегодняшний день вот взаимодействуют, как они взаимодействуют, как они находят друг друга, где эти площадки, мы здесь учимся, мы, мы, а где артисты? На того места, где они растут в массовом количестве, его не знает никто, поверьте мне. Вот все-то какое-то время, да, сходили с ума по поводу пресловутых реалити, но в итоге все это заканчивается последним сезоном «Фабрики звезд», когда хочется каждому из этих участников подарить, как бы, диету. Вот реально нет места, куда вы пришли вы и сказали, я умею делать это, 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 или, соответственно, куда вы пришли артисты и стали думать, как бы вот нам бы кого-нибудь найти. Но, с другой стороны, все, что я вам говорил до этого, явно не предусматривает знакомство вслепую в интернете. Согласитесь. В связи с такой ситуацией с носителями и большой долей, ну, скажем, огромной долей пиратства на этом рынке, да, вы еще не смирились с ними, еще как-то планируете бороться, или все-таки речь-то все равно идет о носителе? С кем, с носителями или с пиратами? Нет, нет, не с носителями, с пиратами, да. Скажем так, исторически это выглядит следующим образом. Интеллектуальная собственность не являлась никогда ценностью в советские времена. У нас государство фактически поддерживает пиратов. Нет ничего более простого, чем прекратить, например, пиратство в контакте. Да, мы сейчас с вами можем по этому поводу дискутировать очень долго, но могу вам смело сказать, что на тех рынках, где люди привыкли в два клика покупать, пусть даже по 29 пенсов, на эти деньги вы ничего не купите в Бонде, кроме нового трека, условно говоря, «Артиста Х». Вот, а дальше, соответственно, смотрите, если вы сидите на сайте с большим количеством контента, вы генерите много трафика. Дальнейшее рассказывает? Рассказать вам структуру собственности российских интернет-компаний или сами все знаете? Скажите. Они принадлежат государству. Да. Все.